Вот что делают адвокаты власти, то есть они забыли, что у власти, и по старой привычке оппозиционной работы продолжают анонимную деятельность в защиту президента Аслана Георгиевича Бжани. Я думаю, президент должен защищать интересы всего народа, а не отдельных личностей. Вот докопались до журналистов, документы в защиту Аслана Георгиевича выложили, надо было бы ему, он сам выложил, еще в предвыборной кампании, но вот сейчас им надо, ну чем-то надо кормить людей. Значит, энергетику тут вспомнили, отключение майнинга, надо же, непопулярные решения будем скрывать анонимными вбросами, решили они. Илья Гуния, депутат, до него дорвались. Значит, Аслан Георгиевич Бжани всегда правы, он пользу приносит, утверждают. Ну, можно работника Черномор-Энерго Хасика Гогуля облить грязью, оказывается. Хасик, держись. Тут кто еще? Ахра-Авец бы нашли повод. Вот что пишут. Работал бы себе тихо, спокойно, не выделывался бы, и все нормально было бы. А стал выделываться, значит, стал сразу террористом. Ну, вот очень глупая женщина все это пишет, конечно. Конечно, вот, оказывается, вот задело ее, что кто-то там на митинге кричал о том, что переворот и власть получили благодаря Ахре-Авецпо. Вот это задело. Энварские события тоже не сами по себе произошли, пишет она. И кому надо, тот знает. Ну, она, наверное, хорошо знает, как готовить переворот. А вот тут у нас от Гур-Ардзенба фотография в больнице, скорее всего, фотошоп. Тут, конечно, и меня за то, что я пошла в поддержку Ахре-Авецпа, хочу тебе сказать, дорогуша московская, Ахре-Авецпа является моим родственником. Вот такой секрет. Поэтому я была на протестной акции, поддерживала тетушек, одна из его тетушек родных, наша Малевская невестка. И там на акции стоял молодой человек, парень Малья. Он является твоим родным братом Ахре. У нас же все по-абхазски. Мы друг друга поддерживаем, иначе такие, как ты, уничтожат здесь людей. Ну, приходится. Ну, и, конечно, как тут без Хаджинба пойдется. Только они забыли, что сейчас у них в руках власть. Ну, видимо, административным ресурсом они пользоваться не умеют. Не научились. Ну, пять лет, шесть лет работы в оппозиции, конечно же, привносят свои какие-то коррективы. И люди не умеют себя вести. Эти люди не умеют работать для общего блага, для общей цели. Ах, Равец бы им помешал. Мешают все оппозиционеры. Нужно их обливать грязью, придумывать грязные истории. Видимо, в этих грязных историях сами живут. И почему бы на других что-нибудь не сказать? Да. Ах, как это все противно. Какая гадость эта ваша заливная рыба. Какая гадость. Во что вы страну превращаете? Как же обидно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...